Память всех святых Память всех святых Совершенно нельзя Потому что у нас якобы Какие-то кардинально другие Условия Чем они другие? Они другие нашей расслабленности Нашим лицемерием Я понимаю Когда человек не брежет О своем спасении И хотя бы сожалеет об этом Или хотя бы просто стыдливо молчит Но когда он еще лицемерно Оправдывает свое небрежение В духовной жизни Какими-то теориями Что сейчас такое время Сейчас такие условия Вот теперь это наша данность Извините, мне не ложатся на сердце Вот эти фразы Которые переходят одного христианина Сейчас к другому Нам оставлено покаяние Мы можем спасаться только терпением Скорбей Я сразу У меня возникает вопрос А что вы понимаете Под покаянием? Если мы в корень этого слова Углубимся Корень и смысл этого слова Это греческое слово метаноя Изменение А изменение требует подвига Оно требует действия Если мы под покаянием Понимаем только признание Своей греховности То это ничего Вы думаете Бесы не знают Что они греховны? Они знают Прекрасно Но они с этим ничего не делают И это не покаяние Это бесовское покаяние Вы думаете Что Вот смотрите Слово какое Евангельское Иуда Предавый Христа Раскаялся И пошел удавился Раскаялся Это было покаяние? Нет Это было не покаяние Так вот Когда мы говорим Вот эту фразу Нам оставлено покаяние Мне всегда хочется Ее растолковать А что вы понимаете Под покаянием? А что Неужели Антоний Великий Занимался Не покаянием? Вот именно Этим он и занимался В четвертом веке 1600 лет тому назад А вы думаете Преподобный Сергий Чем занимался? Покаянием А чем же Их покаяние Отличается От нашего Нынешнего покаяния? Только Примесью Лицемерия Нашего Которое Мы Примешиваем Вот это слово Так вот Покаяние Смысл Слова Покаяние Это действие И действие В формате Аскетики Духовной жизни Вот как Святые отцы Проходили Это покаяние Они Приобрели Опыт Шествия Вот Движение Прошла Метаноя Изменение И действовать Нужно Правильно Действие Должно Приносить Результат А не просто Пустое Действие Когда мы Говорим Хотели Как лучше Получилось Как всегда Извините Не Извиняю Результат Должен Быть Тебе Для этого Святые Отцы Прошли Две Тысячи Лет Каждый Из них Проходил Путь Пота Скорби Слез И Они Оставили Тебе Этот Опыт А Ты Сейчас Легкомысленно Говоришь Этот Опыт Мне Не Подходит Этот Опыт Остался Где-то В Веках Он Устарел Нам Теперь Оставлено Покаяние А что Такое Покаяние Наши Предки Которые Жили Свято На Руси Якобы Были В других Условиях В каких Они Условиях Были Каждый Из вас Поставьте Себя Вот Сейчас Попробуйте Поставьте Себя В Россию Которая Жила При Татаро Монголах Это Было Страшное Время Не Очень Удобно И Не Самое Удобное Каждый День В твой Дом Мог Зайти Враг Оскорбить Твою Жену И Забрать Ее В рабство Убить Твоих Детей Уничтожить Твоих Родителей Унизить Тебя Растоптать Это Было Удобное Время Что Это Было Очень Неудобное Время Очень Не Лишон Жизни Через Страшное Страдание Через Неимоверное Страдание Это Было Удобное Время Сравните То Время И Сейчас Наше Время Нам Только Пенсии Не Надбавили И У нас Уже Конец Света А тогда Вообще Вопросы Были Жизнь И Смерть Если Ты Христианин Да Еще И Люби Этих Врагов Попробуй Мне Кажется Наше Время Не Удобно Невнешними Какими То Условиями Мы Олицемерились Мы Позволили Себе Лицемерить Обманывать Самих Себя Окружающих И Бога И Обманывая Мы Еще Стали Пользоваться Цитатами Священного Писания Ссылками На Святых Отцов Вот Это Совсем Бессовестность Ну Ладно Я Понимаю Грешника Который Понимая Свою Греховность Опускает Глаза И Молча Стыдливо Стоит Вот Это Можно Понять А Христианина Который Сыплет Цитатами Направо Налево Говорит Какие-то Красивые Слова Фразы Но Сам Ничего Не Делает Это Стыдно Стыд Это Дар Божий Который Вложен От Создания Человека И Мы Этот Дар Потеряли Утратили Его За Ненадобность Семен Новый Богослов Спросил Своего Учителя Симеона Благоговейного Как мне Спасаться Он Говорит Всегда Будь На Суде Своей Совести И Все Время Призывай Иисуса Наша Совесть Доставляет Нам Дискомфорт Дискомфорт Поэтому мы Ее Убрали В темный Шкаф Она Нам Мешает Жить Мешает Жить Ведь у Нас Смысл Жизни Наш Стал Чтобы Прожить Удобно Комфортно Тепло Мы Даже В молитве Ищем Только Этого Что-то Нет Теплоты Что-то Нет Умиления Нет Радости У нас Даже 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 Васкетики У нас Вот Ориентиры Когда я Спрашиваю А какой Что ты Хочешь От духовной Жизни Ну я Хочу Чтобы Все Было Мирно Комфортно Тихо И По-доброму Я говорю Наверное Тогда тебе В буддизм Надо Если Ты Хочешь Христа Христа Который Ежедневно Ежеминутно Несет Всю Скорбь Этого Мира На себе Готов Ли ты Принять Его Внутрь Себя Вот Со всем Тем Что он Несет И в этот Момент Бывает Как в Евангелии И многие Перестали Ходить За ним Остались Единицы Давайте Вернемся К нашей Совести Давайте Перестанем Говорить Что у нас Другие Времена Батюшка Серафим Нам Перечит Батюшка Серафим Саровский Нам Перечит И говорит Времена Одни и те же Решимости Нет Так он Говорит Уж Уж Наверное По сравнению Со мной Батюшка Серафим Авторитет Не Пререкаем И он Говорит Такие Слова Не Времена Виноваты Решимости В нас Нет Условия Есть Помощь Божия Навстречу Нам Одна И Та Ж Любовь Святой Троицы К нам Не Охладела Не Умолилась Какая Была Такая Же Есть В Нас Что-то Происходит Вот Когда Мне Отец Филарин Говорит Я Стою В этом Новом Храме Говорит Столько Святых Вокруг Аж Стыдно Немножко Но Давайте Почаще На них Смотреть Не Друг Другу Глаза Когда Мы Все Научились Быть Неискренными А Вот На них И Многие Из них С крестиками В руках Это Знак Мученичества А Преподобным Тоже Можно Крестик Потому Что Преподобно Мученичество Это Тоже Мученичество И Вообще Христианство Это Мученичество Ибо Господь Говорит Хочешь Быть Моим Мучеником Бери Крест И Следуй За Мной Другого Пути Нет И Других Условий Нет Готов На Крест Следуй Нет Иди Подумай Все Святые Земли Русской Молите Бога О нас Матушка Богородица Пресвятая Покровительница Нашей Святой Родины Спаси Нас Пресвятая Троица Пресвятая Троица Божия Наша Слава Тебе Бога Нашему Слава Всегда Пресвятая